Всем привет! Сегодня я расскажу о книге под названием «Битва по следам» автора Билли Шмидт. Жил-был мальчик, который учился в седьмом классе. Пошел он как-то утром в школу и понял, что его учительница его просто ненавидит. Что делать в такой ситуации? Кому он только не подходил? К матери, отцу, даже к сестре. Вы же знаете этих старших братьев и сестер. Они пич божи. И, конечно, никто мальчика не подержал и не поверил ему в это. Что еще может ждать семиклассника? Может быть, первая любовь? Или походы с классом? Или что-то еще? В принципе, все, что сопутствует этому возрасту, в книге присутствует. Но главное не это, а то, что автор, рассказывая о переживаниях и приключениях главного своего героя, показывает нам то, что происходит в окружающем мире. Действие происходит в 1968 году, идет Вьетнамская война, угроза от СССР, якобы мы хотим на них атомную бомбу скинуть. И происходит с соответствующим этим событиям действие. Здесь есть и чему посмеяться, и над чем поплакать. И мне очень понравилось, что Шекспир, этот выдающийся деятель культуры английский, он преподносится так, что его хочется прочитать. И, думаю, захочется его прочитать не только мне, человеку, который, в принципе, знает все его произведения, ну или почти всем, но даже и людям, которые никогда не читали Шекспира, не знакомы с ним, рада, что он услышан, что вот чувак написал ромен Джулетту тех самых, которые умерли. Ой, сейчас спортер, наверное, был, да? Вот, даже вот им захочется, наверное, его прочитать, хотя обычно люди подобного склада считают, что такие книги очень унылые, унылые, скучные и вообще неинтересные. Здесь Шекспир показан, ну вот с такой стороны, что прям правду хочется его прочитать, вот правда, правда, правда. Поэтому, если у вас есть детки, которые вам хочется, чтобы они прочитали этого замечательного автора, но те не хотят, подсуньте им вот эту книжку «Битва по средам». Им понравится, потому что вот все то, что я сейчас перечислила, оно очень гармонично преподносится, и это не выглядит занудно, это выглядит очень интересно. И рекомендую. На сегодня все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok